В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Первый пошел. В Дзербинском районе появился мусоросортировочный завод и полигон. Помочь нуждающимся наш долг. В Махачкаре состоялся форум с участием предпринимателей и исламских ученых. Баталии на доске. Ведущие шахматисты республики сошлись на турьере в Махачкаре. Подробности в спортивном блоке. В Дзербинском районе появится мусоросортировочный завод и полигон. Производительность будущего комплекса составит до 200 тысяч тонн в год. Ход подготовительных работ на месте будущего объекта в селе Дзюзляр проверил вице-премьер правительства республики Нариман Абдулмуталибов. На первом этапе здесь построят сортировочный цех с отделами по безотходной переработке всех видов вторичного сырья. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2024 году. Напомним, что в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» Республика поделена на три территориальные зоны – Махачкалинская, Дербенская и Хасавюртовская. В каждой из перечисленных зон ведется строительство мусоросортировочного комплекса и по одному объекту размещения отходов. Вот здесь будет завод сам. Это то, что вы сейчас готовите? Вот сейчас мы здесь уже сняли почвенный растительный слой и начинаем вертикальную планировку. 11 домов пострадало при ночном пожаре в селе Кубачи, 7 из которых полностью сгорели, 4 разрушены частично. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дахадаевского района. Напомним, общая площадь возгорания составила более 500 квадратных метров. Из людей, к счастью, никто не пострадал. По словам очевидцев, последствия могли быть более серьезными, если бы не слаженная работа местных жителей и сотрудников МЧС. «Все жители села Кубачи собрались. Молодцы. Поддержали. Вовремя приехали пожарные, суркараха. Молодцы. Успели вовремя. Спасли. Если опоздали бы минут 10-15, еще мог бы сгореть еще 10-12 домов». Учитывая объемы возгорания и неблагоприятные погодные условия, сотрудники МЧС вызвали на помощь коллег с Кайтакского и Дзербенского районов. Препятствовал тушению еще тот факт, что село расположено на крутом склоне и подъезд пожарных машин к домам был невозможен. Но, несмотря на все сложности, очаг локализован, причины возгорания устанавливаются. «Жертв нет. Самое главное, конечно, жертв нет. Ну, очаги еще какие-то, мелкие очаги, возгорания сохранились. Поэтому здесь еще будут сторожить сутки, наверное, пожарные машины, экипажи МЧС». Крупную партию запрещенных веществ обнаружили полицейские в микроавтобусе. 13 килограмм так называемой «лирики» было спрятано под обшивкой в салоне авто. Силовики нашли запрещенный товар при плановой проверке газыри на пункте пропуска Кочубей в Тарумовском районе. Установлено, что лекарства принадлежат 29-летнему жителю Лилинкента и 31-летнему жителю Шамильского района. По признанию мужчин, таблетки они купили в Тамбове и везли в Махачкалу для продажи. Управление Россельхознадзора по республике в марте этого года проконтролировало ввоз в регион более 53 тысяч тонн свежих овощей и фруктов. Сотрудникам ведомства удалось обнаружить более 121 тонны зараженной продукции. При исследовании было обнаружено множество карантинных вредных объектов, в их числе южноамериканская томатная моль и западный цветочный трипс. Владельцы грозов были привлечены к административной ответственности. Весенне-леднее половодие на реках Дагестана ожидается в начале мая. По территории республики протекают более 4 тысяч рек, которые во время таяния снегов и выпадения обильных осадков могут создать угрозу затопления и подтопления территорий населенных пунктов. Об этом говорили на заседании противопаводковой комиссии правительства. Минприроды уже проводят работу по установлению границ зон затопления. В то же время обследование, проведенное специалистами МЧС, выявило множество недочетов и проблем около береговых зон крупных рек Дагестана. Итоги проверки показали, что водные объекты реки Сулак представлены в пользование коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, но ряд из них на текущий момент не приступали к проведению работы. Об этом докладывал и министр природных ресурсов на комиссии по очерчению ситуации. В противопаводковой комиссии в ходе обследования 25 октября 2022 года на реке Терек облины 11 прорывов опасных участков, которые необходимо было укрепить. При проверке Минприроды на текущий момент выявлено, что на 16 марта данные работы не начаты. То есть фактически получается, что те опасные участки, которые были изначально определены, по факту по ним никакая работа не проводится, что по сути может создать достаточно опасную ситуацию. Чужие финансы. Под таким названием в Махачкале прошел крупный форум, где собрались бизнесмены, предприниматели и ученые ислама. На встрече говорили о закяте, обязательной милостыне в пользу бедных. Организатором форума выступили фонд Инсан и Муфтият Республики. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Закят, как и намаз, обязательный стоп ислама. И каждому мусульманину, особенно состоятельному, необходимо разбираться в этом вопросе. С этой целью фонд Инсан совместно с авторитетными исламскими учеными организовали форум для предпринимателей и бизнесменов. Закат – это фильтр для вашего имущества. Выплачивая его, вы очищаете свое имущество. И то, что осталось, отдавая то незначительное, очень малое количество, вы себе оставляете львиную долю, но в чистом виде, в благодатном виде. И несет в себе это имущество благодать. Доктора шариатских наук ответили на поступающие вопросы из зала о закате. Рассказали, что выплата происходит один раз в год примерно 2,5% от имущества, которое хранится в виде сбережения. Золото, серебра, кто имеет в собственности домашний скот, товар для продажи и тому подобное. На какую сумму начинается возлагать закат, буквально вчера я посмотрел, выходит примерно 380 тысяч рублей плюс-минус. Если набирается такая сумма, если лежит товар, который подлежит обороту, то есть торговый товар, тогда возлагается закат и выплачивается деньгами только, а не товаром, деньгами 2,5%. Это одна сороковая часть. Каждый состоятельный мусульманин вправе сам изучить этот вопрос и распределить закат. Однако, если на это нет времени и знания, то фонд Инсана, учредителем которого является муфти от республики, готов в этом помочь. У нас есть одно из направлений деятельности нашего фонда, это направление заката, которое создаёт площадку для предпринимателей, которые могут выплатить закат. Этот закат будет распределён среди наших подопечных фонда, с помощью которой любой предприниматель, любой человек, который обязан выплатить закат, может прийти в фонд, получить списки нуждающихся и выплатить эту сумму. Пользу заката подтверждают как сами предприниматели, так и работники соц. обслуживания. Безусловно, закат – это огромная помощь для нуждающихся людей. Очень много среди наших получателей социальных услуг, нуждающихся в лекарствах, продуктах. И это для них огромная помощь. На мероприятии выступили как эксперты, так и представители власти. Руководство регионального агентства по предпринимательству и инвестициям предложило фонду «Инсан» свою помощь, которая ускорит сбор документов тяжеловольных людей. На нашей площадке мы, как агентство по предпринимательству и инвестициям, можем организовать встречу, где можем проработать механизм, чтобы можно было ускорить ту процедуру, где фонд «Инсан», человек, который обратился в фонд «Инсан», в ускоренном режиме, мог получить те необходимые справки для того, чтобы получить ту помощь, которую непосредственно фонд «Инсан» может оказать. Предприниматели получили ответы на свои вопросы о закате, а по окончании форума поделились впечатлениями. Я еще хочу сказать предпринимателям, что с нашими региональными маленькими, исключительно маленькими по сравнению с другими регионами, налогами, и это не в обременении выплатить такой маленький процент заката. Никогда, наверное, такое наслаждение и счастье ничто не доставляет, ни покупки недвижимости, ни там другие процессы, когда ты видишь счастливые глаза реально нуждающихся людей, которым ты когда даешь. И детские улыбки, и сытые лица, это очень важно. Знаете, я благодарна этому мероприятию, что сегодня провели так, как очень много женщин сейчас занимаются бизнесом. И вопрос о том, что правильно ли они все делают, вот сегодня мы получили многие ответы на наши вопросы. И теперь мне есть чем поделиться с моими девочками, направить их по их запросам, ответить на их вопросы. Это очень правильное мероприятие. Ну а завершился форум к коллективным праздничным ифтарам, который состоялся в одном из банкетных залов столицы при поддержке посла Объединенных Арабских Эмиратов в России Мухаммада Ахмада Аль-Джабира. Хамзанур Магимедов, Фаля Асхаб Магимедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Месяц Рамадан объединяет. В Махачкале прошел коллективный ифтар спортивной элиты Дагестана. За одним столом собрались более 700 человек. Это тренеры, спортивные функционеры и сами спортсмены. Тему продолжит Курбан Рагимов. Составу гостей на коллективном ифтаре позавидовали бы любые международные соревнования. Чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители мировых и европейских первенств по самым разным видам единоборств. В одном зале собралась почти вся спортивная элита Дагестана. Те звезды, те чемпионы, которые сегодня пришли, кто не смог сюда прийти тоже, чтобы они представляли нашему подрастающему поколению, прежде всего нашу религию в самом лучшем свете и нашу республику. Это наша мотивация, наша цель, чтобы все комплексно начали работать. Основной посыл сегодняшней встречи был, чтобы каждый чемпион подавал хороший урок, хороший пример молодежи, подрастающему поколению. Атмосфера братства и позитива. Здесь и товарищи по команде, и друзья, и старые знакомые. Большинство спортсменов в основном видятся только на турнирах и сборах. На ифтаре они могли пообщаться на разные темы и просто хорошо провести время. Мероприятия Муфтеат Республики совместно с Министерством спорта проводят каждый год. В этот раз ифтар собрал порядка 700 человек. Очень хорошая атмосфера сегодня, как раз таки этому сказано, которые годами не видел, у них встретились. И это мероприятие, которое объединяет спортсменов прошлого, и современного, и будущего молодых ребят. Очень хороший форум, очень хорошее мероприятие прошло. Пусть Аллах примет это мероприятие в такой месяц, Рамадан, очень хорошее. Было очень приятно увидеть, пообщаться, посидеть, вспомнить. Раньше, когда мы ездили на соревнования, сборы, было все, что вспомнить. Было очень приятно всех увидеть. Всем спасибо, кто организовал это мероприятие. В этот месяц желаю, чтобы все сплотились. Я был в селении, приехал в селении сюда, в Чародинском районе. Позвонил Идрис Хазе, что они устраивают такое мероприятие. Очень рад видеть всех спортсменов в Вилле. Я увидел тех братьев, которых вольной борьбой я занимался лет 12, 17, 15 лет назад. Кого не видел, всех увидел. Радостные эмоции, положительные, хорошее намерение сделали. Так что пусть Всевышний Аллах воздаст всем нам. Пусть Он будет доволен нами в этом мире и в следующем мире. Сегодня увидел очень много своих друзей. Увидел ветеранов спорта, олимпийских чемпионов. Послушал от них слова наставления. Послушал Альму. Очень приятная встреча. Огромная благодарность всем организаторам этой встречи. Успехами наших спортсменов на мировой арене гордится вся республика. Выступавшие на мероприятии религиозные деятели, а также ветераны спорта обратились к чемпионам со словами напутствия, призвав их быть правильным примером для подрастающего поколения. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Ведущие шахматисты республики сошлись на турнире на призовидного государственного деятеля России Вадима Густова. Открытие соревнований прошло в Махачкале в клубе имени шестого президента ФИДЭ Кирсана Илюмжинова. На церемонии почетные гости говорили о перспективах развития шахмат в Дагестане. Уровень юных участников оценил сам Илюмжинов, который сыграл символическую партию с одним из шахматистов. Всего за борьбу за клетчатой доской выступят более 60 любителей этой древней игры. На кону денежный приз. Его обладатель определится в течение двух дней. Кроме того, лауреатов поощрят еще в нескольких номинациях. Этот турнир будет способствовать популяризации шахмат, воспитании юных молодых шахматистов. И надеемся, что в недалеком будущем чемпионом мира будет мальчик-шахматист из Республики Дагестана. Такие турниры способствуют. Я, как шестой президент ФИДЭ, поддерживаю развитие шахмат, вы знаете. Смотрите наши выпуски также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok